Все там уже держат кулачки. Все больше переживают, чем я. Родным позвонила. Теперь осталось морально подготовиться и отправиться на операцию. Этого дня Ирина ждала долго. Ещё в детском саду девушка повредила колено. С тех пор травма не перестаёт напоминать о себе. Боли в коленном суставе периодично. Она у меня как клинит. Ну, там и разрушение идёт тканей. И вот блокируется движение. Я очень тщательно искала хорошего доктора, который помог бы мне, наконец-таки, уже облегчить мою судьбу. И вот вышли на Лазаря Михайловича. С ним обсудили всё. Посмотрел он мой случай. Сказал то, что проблема решаема. И вот теперь я здесь. Решит проблему Ирины операция по замене части повреждённого сустава. В этом девушка уверена, поэтому и на операционном столе не перестаёт улыбаться. Совсем не волнуюсь. Всё хорошо. Я позитивный человек. И везучий Ирина стала первым пациентом, которому сделают подобную операцию на Ставрополе. В операционной многолюдном. Столько людей в одной операционной не случайно. Дело в том, что проводят её в формате мастер-класса. И делают операцию наши хирурги под руководством профессора. Из Санкт-Петербурга. Впервые. Мастер-класс в операционной проводят заведующие отделением Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Николая Корнилов. Профессор комментирует каждое действие. Пересекаем поперечную связку между передними рогами менисков и субпериостально мобилизируем. Ирине проводят эндопротезирование коленного сустава. Особенность именно этой операции в том, что заменяют не весь сустав, а только повреждённую или изношенную часть. Такая операция более щадящая. Эта операция характеризуется тем, что она легче переносится пациентам. То есть быстрее примерно в два раза идёт реабилитация. И эта операция позволяет более полно восстановить функцию коленного сустава. То есть приблизить функцию вот этого протезированного сустава к тому, которая была до развития заболевания. До этого дня в регионе таких вмешательств не делали. Пациентов направляли в столичные клиники. Теперь же в год здесь планируют выполнять до 20 таких операций. Этой патологии не так-то много и не так-то часто встречается. Поэтому она несёт какую-то массовость. В том-то и, в принципе, наверное, заключается ещё и уникальность, что сама патология коленного сустава, где можно использовать одно-мощелковое протезирование коленного сустава, оно достаточно редко встречается. Обычно это у молодых пациентов. Поэтому количество этих операций небольшое. Ставропольские врачи помогают и запоминают. Теперь уверены, проблем с подобной практикой не возникнет. Такие мастер-классы на работе врачи проходят регулярно. После пандемии мы только начинаем. Мы совсем недавно открылись в конце того года. Поэтому в этом году это наш первый мастер-класс. И мы уверены, что это далеко не последний. Следующий планируется уже в феврале месяце. Операция длится около часа. В палате ждут, в своей очереди, ещё два пациента. Ждёте операцию? Ну, естественно. А куда же нам деваться, раз проехали? Ждём, надеемся на лучшее. А вы откуда приехали? С Силарада. Надеемся на лучшее. Должен бегать. Уверены в этом? Да. Побывали на уникальной операции и разделяют уверенность пациентов. Анастасия Зубрицкая, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение.